В России ответили на призыв четырех стран к Москве по Азовскому морю В России ответили на призыв четырех стран к Москве по Азовскому морю 17.45.27.2019 года Обновлено 20.54.27.2019 года AP Photo, Евгений Малилко Порт-Бердянска AP Photo, Евгений Малилко Москва, 27.00 Ария Новости Российские парламентарии прокомментировали заявление Украины, Эстонии, Литвы и Швеции по Азовскому морю, назвав его русофобским Накануне главы МИД четырех стран призвали Россию выполнить свои международные обязательства, обеспечив свободу навигации и беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море Кроме того, они заявили о поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины Лживые тезисы Депутат Крымского парламента Юрий Гемпель отметил, что Россия строго следует всем необходимым правилам 25 ноября, 18.25 МИД оценил решение суда в Гааге по Керченскому инциденту Навигация в Керченском проливе, на которой распространяется исключительно суверенитет России, осуществляется с общепринятыми международными правилами судоходства, никто украинским судам и кораблям не препятствует, сказал он РИА Новости Кроме того, парламентарий призвал Киев не транслировать лживые тезисы и заявления Сенатор Ольга Коветиди также сочла требования к России политическим популизмам Наиболее разумным, со стороны Украины Примечание редакторов, было бы Принять реальные меры к исполнению Минских соглашений и исполнить принятые на себя обязательства по разведению сил по линии соприкосновения в Донбассе, сказала она Тень на плетень Сенатор Сергей Цыков, в свою очередь, подчеркнул, что очередность при проходе кораблей в Керченском проливе установлена по объективным причинам 21 ноября, 11.25 В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей Он мелководный, сложный для прохода Если все будут соблюдать эти правила, то и вопросов не будет Не стоит наводить тень на плетень, сказал парламентарий РИА Новости Кроме того, лишь три обратившихся к России страны имеют отношение к санкциям Евросоюза А Украина ни при чем, напомнил член Верхней Палаты Парламента Алексей Пушков Нет в группе ни Латвии, ни Польши, ни Британии, ни еще 21 страны ЕС Это выпад авангарда, написал он в Twitter Политик подчеркнул, что остальные страны ждут саммита нормандской четверки, который пройдет 9 декабря в Париже Бежат впереди русофобского паровоза Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Малахов назвал требования четырех министров странным демаршем 08.44 сказано в эфире «Глупая ситуация» Эксперт о заявлении четырех стран по Азовскому морю главы МИД Украины, Эстонии, Литвы и Швеции потребовали от России доступа к Азовскому морю Эксперт Олег Глазунов в эфире радио «Спотник» прокомментировал их заявление Они ничего не запомнили и ничему не научились Они по-прежнему пытаются бежать впереди русофобского паровоза и быть первыми в своей ненависти к России Сказал он РИА Новости По мнению Малахова, подобные заявления это попытка повысить градус напряженности в Азовско-Черноморском бассейне накануне саммита в нормандском формате Депутат Госдумы Дмитрий Белик также считает, что Украина и прибалтийские государства намерены любым путем сохранить напряженность в регионе Азовского моря Надо они организуют провокацию, надо поддержать заявление в ООН, надо выпустить коллективную резолюцию У этих стран нет собственного видения внешней политики, это аватары США, цитируют его известия Международно-правовой статус Азовского моря определен российско-украинским договором, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году Согласно этому документу, Азовское море относится к внутренним водам России и Украины Это означает, что иностранные военные корабли не могут заходить в эти воды без согласия стран, которым они принадлежат 24 ноября, 15.47 главком СУ заявила совместным с Западом способе, как вернуть Крым